Эх, выпила бы я сейчас, но у нас выпуск про ароматы. Просто мммм... Это пляжный аромат кожи. Всем привет, с вами Лена. Это значит, что сегодня мы будем с вами снова изучать ароматы. Буду очень рада, если вы поддержите мой канал и подпишитесь. Хочу обозначить, что я не занимаюсь продажей ароматов, более того, не скупаю их, а исключительно для себя изучаю эту индустрию и стараюсь очень объективно доносить свои впечатления. Аромат, который сейчас на мне во время этого видео, это Not A Perfume от бренда, о котором, собственно, сегодня пойдет речь. Аромат, который слышен только для себя. Аромат чистоты. Такого высушенного на солнце белья. Он тихий, анонимный. А вот понравился ли он мне, узнаете в этом видео. У Джульетты есть ружье. Именно так звучит дословный перевод парфюмерного бренда, который набирает обороты. Джульетт has a gun. А мы можем сказать Джульетта с пистолетом. Мне кажется, это очень красивая метафора. Девочки, у каждой из нас должно быть секретное оружие. Ну и понятно, что кто-то стреляет глазами, другие словами. А есть и такие, кто готов сразить наповал своим ароматом. Я, например, уверена, что ароматом можно и сделку подтвердить, и привлечь нужных людей, и даже события. Я получила набор Discovery Kit, в котором 8 ароматов бренда для знакомства. Могу сказать, что в целом каждый аромат бренда довольно интересный и отличается от предыдущего. Но среди всех них я выбрала три лучших. Два, которые мне не подошли. И еще три, которые мне понравились, но я не нашла ничего в них особенного. Кратко, интересно, обзор бренда. Поехали! Итак, давайте про два аромата, которые мне не подошли. Juliet has a gun, аромат Enaza Oud. Из флакона доносится ягодка. Это малина. Ее отлично оттеняет бергамот. Он, собственно, и служит проводником от милой ягодной девочки до настоящей грубиянки. Объясню. Попадая на вашу кожу, парфюм начинает пахнуть кожей, конюшней и всеми оттенками уда и мускуса. Резкий, мягкий, немного специфический. Не скрою, что, несмотря на то, что он мне не подходит по моим парфюмерным предпочтениям, я все равно очень долго была приклеена к своему запястью, чтобы вдыхать эти переходы. Он то подсластится на коже, то вновь станет даже каким-то резким и вонючим. Будьте готовы. Он просто другой, противоположный остальным ароматам бренда. На самом деле это стало новой парфюмерной тенденцией смешивать уд и сладкое. Малину, ежевику, например. В этом направлении очень многие из нас нашли своих удовых фаворитов. А этот уд с малиной, женская версия уда, не сильно настойчивый, но все же с характером. Пахнет модно и дорого. Ни секунды не замечены ингредиенты низкого качества. Мне нравится, что он садится близко к коже и может провести с вами 3-4 часа. Дальше становится частью вас и лишь изредка выпрыгивает к вам в нос из-за разницы температуры вокруг. Для кого этот аромат? Не для людей с традиционными вкусами. Любители классики точно не оценят. А вот гурманы, пожалуй, да. Такой флакон должен быть у тех, кто следит за модой и тенденциями в мире аромата. Для настроения и экспериментов. Мужчина не будет носить этот аромат, хотя бы потому, что название бренда уже склоняется к женской аудитории. Плюс я считаю, что уд с ягодами в более красивом исполнении можно найти и у других брендов. Мужчины по поводу этого аромата сказали, что не хотели бы, чтобы их девушка так пахла. Аромат доминирования спугнул мужчин. Мой муж сказал, что не хочет, чтобы я так пахла, а я все-таки хочу его по-прежнему соблазнять. Поэтому отложу ароматы, которые его настораживают в сторону, или же буду пшикаться, когда он в командировке. А у вас как прошло знакомство с этим парфюмом? Леди Венженс. Леди Месть. Ну, наконец-то, создали аромат Мести, с которым можно пойти на словесную перепалку, сделать подлянку или назначить стрелку. Это все, конечно, шутки, но я очень люблю присматриваться к названиям ароматов, чтобы понять, что нам хочет сказать бренд. А темный стильный флакон говорит о загадочности и заставляет нас притаиться. Это все заслуга оформления. Уже заранее как бы нас готовят к томному вечернему аромату. Лично я очень люблю темные флаконы. Хочется побыстрее понять, что у них там внутри. Но на самом деле аромат вполне безопасный, роскошный. Думаю, стоит упомянуть, что парфюмера, который его создал, зовут Франсис Курджиан. Помню фразу из фильма «Убей врага сладостью». И это отлично подходит для Леди Венженс. Это аромат сексуальный. Сначала он может расположить к себе сладость у бергамота-лаванда на старте. Это расслабляет, хочется повторной дозы. И вот ты уже во власти аромата. Затем появляется роза с небольшим количеством пудры на заднем фоне. Роза в аромате глубокая, обволакивающая или, можно сказать, густая, но смягченная благодаря мягкости лаванды и мускуса. Она стимулирует надеть каблук, выбрать красную помаду. Аромат помогает быть во всеоружии. Будто офис или выход на свидание, она не даст размякнуть, держит в фокусе, при случае заставит вас показать когтики. На моей коже продолжает еще долго доминировать. И только иногда я могу услышать ваниль и мускус вдалеке. Это приятная нелипкая сладость. Аромат уверенной девушке, которая любит платье, подчеркивает женственность и всегда при полном параде. Но для меня аромат показался взрослым. И несмотря на свежую ноту бергамота и лаванды на старте, которые мне нравятся, качество аромата и его оформление, роза в нем добавляет возраста. И мне пока что неуютно им пользоваться. Теперь давайте сделаем обзор на три аромата бренда, которые мне понравились больше остальных. Аромат Anyway. Если ты ищешь красивый, чистый, модный аромат на каждый день, этот мне показался очень даже подходящим. Он не крикнет на толпу других громким шлейфом. В лифте его услышат как аромат чистоты и ухоженности. И только кто-то очень близкий осмелится распознать еще больше ингредиентов. Аромат находится близко к коже, пудровый, слегка прикасается с внешним миром, не раздражает и относится к уходовым ароматам, когда тело пахнет чистотой. Ну а старт свежий, лаймовый. Затем он начинает немножко горчить цитрусовой кожурой и к нему добавляется жасмин. Аромат начинает набирать сладость, но где-то на заднем фоне. Становится цветочным, невесомым, он не дает носу понять дальше конкретные ингредиенты, а лишь создает такое, знаете, общее впечатление. Кому-то он может показаться слишком легким, а ведь иногда можно неожиданно словить себя на мысли, а где же, собственно, мой парфюм. И только в финале амбраксан с мускусом развеет все сомнения, они дают вам знать, что парфюм таки есть. Кроме основных нот, если не смотреть на пирамиду аромата, мне иногда слышится липа и аромат сухих цветов, подсушенных осенним солнцем. В целом аромат теплый, неудушливый, базовый и лаконичный, но звучит дорого. Отлично подойдет руководителю, которому нужно давать пример своим сотрудникам, переговоры, встречи с партнерами. Тот случай, когда вы будете пахнуть, но не будете доминировать через аромат. Juliet has a gun Moscow Mule, московский мул, коктейль на основе водки, имбирного эля и лайма, которые подают в медной кружке. Популярность стал набирать после начала бума потребления русской водки в США в 50-х годах. Эх, выпила бы я сейчас, но у нас выпуск про ароматы. Так что представьте, что такому коктейлю дали парфюмерный облик, и таким образом получился холодный травянистый лимонно-алкогольный аромат. Я поняла, что очень люблю свежие ароматы, они буквально за секунду поднимают мне настроение. И эта свежесть лимона не стала исключением. Верхние ноты в виде бергамота, лимона и лайма меня очаровали. Ну а что же дальше? Дальше очень красивый аромат дает яблоко и имбирь. Оттеняет аромат гедеон, лабораторный жасмин из пробирки. Он делает аромат позитивным и сверкащим. И финал композиции вполне предсказуемый. За такой свежестью, чтобы ее закрепить, конечно же, остаются древесные ноты. Родственница амбра из пробирки амбретто и белый мускус, который я практически не слышу. Для меня это очень летний аромат. Базовый, без намеков, для души, для позитивного сфокусированного настроения, без едкой сладости. Стильный, молодой, вечером или на свидание он будет скучным. И другие шлейфовые ароматы вполне могут его подавить. Но он не об этом. Он сверкает именно днем. Подойдет на подарок или в личную коллекцию для тех времен, когда захочется отдохнуть от интенсивных ароматов. Или перцовая малина с цветами. Красный флакон привлек мое внимание. За ним я нашла очень интересный аромат. Такой противоречивый и сладкий. И эта остринка – малина с перцем. Вот, собственно, так бы я описала аромат, если бы вы захотели краткую версию. Джульетта с пистолетом. Теперь она обзавелась пушкой. И этот аромат буквально выстреливает и заставляет тебя сдаться. Собственно, достаточно одного нажатия на распылитель, иначе дальше аромата будет слишком много. И вы в нем утонете и испытаете легкое удушье. А вот в меру с ним вполне приятно уживаться. Получилась довольно, знаете, такая гурманская, чувственная композиция. А сладость умеренная, приятная. Она не липнет и не вызывает головокружение. Этот аромат мне просто понравился. Но не уверена, что я бы купила полноценный флакон. С этим ароматом хочется поиграть, поносить, посмотреть, как он будет раскрываться. Финал просто мммм, объедение, ваниль, карамель, пудровая сладость и очень уместные нотки ириса и сандала. Я, кстати, очень люблю ирис. А днем этот аромат мммм. А вот вечером аромат настроят на флирт, соблазн, загадочность. Я очень долго его слышу на своей коже, вызываю к себе любопытство и вообще провела аналогию, что я с ним такая женственная и стремлюсь надеть каблуки. Собственно, советую вам проверить, если захотите вкусненький аромат. А сейчас я расскажу про три аромата из моего набора, которые получили метку, ну, нормально. Значит, звучат хорошо, но не тронули меня, не запали в душу. Sunny Side Up. Это пляжный аромат кожи. Не думала, что когда-либо скажу вслух про такую подачу аромата. Но мы привыкли, что запах кожи в ароматах либо строгий, навязчивый или остается базовой нотой в течение дня. Ну, вот вам летний вариант. Пахнет кожей, но ты попробуй ее лови. Она минимальна, но ее присутствие придает аромату необычность. Стартует аромат пудровым корешком ириса, сладким кокосовым молоком и сандалом. Поскольку аромат принадлежит к древесному, мускусному семейству, сразу ждите сандал и амбретту, которые из сладкого и густого летнего ликера меняют его на сухое высохшее дерево. Да простит меня парфюмер, но после красивого старта с красивым неприторным кокосом и жасмином аромат начинает меняться и превращается в смесь выжженной солнцем древесины. Затем мне аромат начинает звучать кремом для загара или знаете, когда зонт от солнца нагревается и издает такой запах пластмассы или еще мне пахнет какой-то химией, который моет полы в отеле All Inclusive. Такой стильный и дорогой аромат на старте в конце просто довел меня до тошноты и головной боли. Я дышала над кофе, пробовала освободить нос, чтобы больше расслышать аромат, но видимо на моей коже все эти искусственные молекулы вовсе не красивы. Я не оценила труды химиков и мой нос явно чувствует это все синтетическое. Этот аромат ложится на каждом по-своему. Мой аромат тела всячески отвергает такие эксперименты современной парфюмерии. Перед покупкой прошу тщательно протестировать. Вот такой для вас совет. А лучше купить сэмпл и поносить аромат, чтобы потом не жалеть о финансовых затратах. Ну вот хотелось бы сохранить в этом аромате стартовый нот. А что, получился бы теплый и летний ут. Juliet has a gun Vanilla Vibes. Красивый, но слишком сладкий для меня. Я люблю сладость в балансе. Сладость этого аромата заполняет мой нос, оседает на слизистой и я могу даже закашляться. Верхние ноты свежая ваниль, немного пудровая, с солоноватым оттенком, но очень мягкая. А еще старт аромата пахнет мне не только солью, но и алкоголем, немного водкой. Сладость и соль это новое модное сочетание в мире. Сейчас тренд на попкорн сладко-соленый. Еще я пила и мне, кстати, понравился кофе, карамель, соль. В ароматах тоже хотят соединить обычные ингредиенты и сделать из этого новое сочетание, не банальное. Слышу красивую морскую соль, прислащенную ванилью. Это все подогревается, словно летний песок на пляже. Аромат сладкий, сухой. Соль то появляется, то исчезает, будто ветер, то принесет ее в аромат, то снова даст ванилье напомнить вам про солнце и лето. Других нот я практически не слышу. Мускус очень простой, скорее базовый, не выбивается, не конкурирует с основной базой. Также сливается и сандал и лишь немного приземляет аромат. Знаете, мне кажется, для очень взрослых дам аромат покажется слишком простым и легким. Хотя я не вижу в аромате никаких ограничений по возрасту или статусу. Другое дело, аромат, как по мне, лучше использовать вечером. Для утра он слишком насыщенный и отвлекает от дел. Ванила Вайбс будет лучше всего подходить для летнего теплого вечера. Not a Perfume. Аромат, с которым я быстро теряю связь. Из флакона доносится запах чистоты и красивых нежных цветов. Но когда аромат попадает на мою кожу, это словно поцелуй приятелей. Раз и уже до свидания. А если не говорить метафорами, то аромат еле слышен. Моментально замыливается. И с ожидания красивых цветов чего-то особенного превращается в реально скурпулезно чистый аромат. Не парфюм. Так переводится название. И так оно по сути и есть. Все, что я получаю от него, это кондиционер для белья хорошей качественной марки. Одним словом, ухоженный прачечный запах, который мне говорит, не волнуйся, все гигиенично. Я не смогла его отнести ни к цветочным, ни к восточным, ни к фруктовым, ни к травяным ароматам. У него однозначно свой стиль. Снова и снова убеждай, что амбраксан ненадежный ингредиент в ароматах. Ты не можешь предсказать, как он будет развиваться на тебе. Такие парфюмы не стоит дарить. Это очень личное приобретение. И только с предварительным тестом на коже. Juliet has a gun, но это парфюм. Это новое направление в парфюмерии. Точно так же, как и парфюм молекула и другие бренды, которые, добавляя синтетические элементы в парфюмерию, пытаются побаловать чем-то интересным. Да, такие ароматы не похожи на другие. Но на мне он очень скучный. Я люблю ощущать на себе аромат, смотреть, как он меняется со мной и проводит рядом целый день. Как парфюм справляется с моим настроением или помогает мне улучшить его. Вместе с нотой парфюм у меня это все не произошло. Парфюм чистый и интимный. Он не издает аромата, лишь показывает, что вы за собой ухаживаете. Он идеален для тех, у кого аллергии на запахи, для беременных, у которых токсикоз. Приглашенный формат подойдет и тем, кому нужен просто базовый парфюм на каждый день, чтобы не напрягал. Вот так прошло мое знакомство с нотой парфюм. А вы что скажете? Вам понравился аромат? Спасибо, что были со мной. Тестировали все эти ароматы бренда Джульетта с пистолетом. Напишите, какой аромат вас впечатлил больше всего. Какие ароматы бренда уже есть в вашей коллекции. Буду ждать и до следующей ароматной встречи на канале Елена Вау.